Здравствуйте. Пятый урок Школы Богочестия. Я давно мечтала ее открыть, но Бог дал ее именно тогда, когда началась война. Мы продолжаем искать Бога с чистым сердцем. Я получаю информацию и спешу передать ее людям. Я хочу, чтобы люди научились любить Бога и понимать, что Он делает на земле. Я хочу, чтобы спасались души. Кто знает, как Он спасет? Кто знает? Никто не знает. Правда? Сколько учений в мире. Но написано в коротке. Наследует землю. Я думаю, что все должны сейчас бояться Бога. И я уже провожу в прямом эфире, прямом преломлении, чтобы доказывать, что я боюсь Бога. Те, кто твердо знает, что Бог делает, они должны поверить. Они должны поверить, что я Бог. И приходит третий раз и говорит им. Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот, предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте. Пойдем. Вот, приблизился предающий меня. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати. И с ним множество народа с мечами и кольями от пересвященников и книжников и старейшин. Предающий же его даем знак, сказал, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. И придя, тотчас подошел к нему и говорил, Рави, Рави. И поцелал его. И они возложили на него руки свои и взяли его. Зачем Богу такой завет человечеству? Зачем ему хлебопреломнение? Ну, наверное, для того, чтобы защитить своих людей от Иуд. А те, кто не боятся Бога, Иуд карат. Понимаете, о чем я думаю? Я уже говорила, я наблюдала, как люди проводят хлебопреломнение. О-о-о-о. Они чего-то испугались. Они испугались судов. В той церкви, в которой я ходила, не пьют вину, пьют сок. Вы думаете, что Бог не смеется с этого? Смеется. Это наперед известно, что там испугались судов Божьих. Я была в католическом храме. Там тоже людям не дают вину. Что-то не так. Им дают только хлеб. Что-то не так. Приблизилось царство Божие, но не взяли. Боятся. Много зла. Понимаете? Где правда? Можно жить без греха? Твердо говорю. Можно. Если пребывать в слове, даже вот слушать меня, как я говорю, это уже бояться Бога. Почему я так говорю? Потому что я принимаю хлеб и вино. Я пью вино. Я не сок пью. Я делаю то, что угодно Богу. Сейчас война. Начинается с сирены. Я сажусь и говорю. Сегодня только немножко нарушила. Уже просто сил не было. Уже за 22 дня. Уже просто вымотано. Но Бог со мной. Он бережет меня. Бог знает наши слабости. Он видит, как мы страдаем. Он плачет за тех ребят, которые сейчас вынуждены грешить, защищая свои земли. Он плачет. И я знаю какой-то стресс для их психики сейчас. Это же не первый месяц войны. Это же, извините, сколько мы уже воюем. Знаем этих ребят, которые распадаются семь лет. Приходится очень тяжело бороться за эти души. Такая трагедия. Якобы она запланирована Богом. Третья мировая война. И придя, тотчас подошел к нему и говорит, Рави, Рави, поцеловал его. Вот надо бояться вот этих поцелуев, наверное. Вот этих лукавых людей, которые так красиво тебе говорят. Все хорошо. Но у них зло. Я не доверяю таким людям. Я с некоторых пор перестала доверять людям, которые тебе не говорят правду, а говорят такое вот, понимаете. Втираются в доверие. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч. Ударил раба Преосвященникова и отсек ему ухом. Когда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли мы с мечами и коими, чтобы взять меня. Каждый день, бывало, я с вами в храме учил. И вы не брали меня. Надо сгоду с описания. Тогда оставим его. Все бежали. Один юноша, вернувшись, по ногам и телу покрывал, следовал за ним. И воины схватили его. Может быть, юноша разделся, чтобы не спать? Вопрос. Почему? Вопрос. Почему? Вопрос. Почему? Вопрос. Почему? Все убежали. Один юноша, завернувшись по ногам и телу покрывал. Следовал за ним и воины схватили его. Может быть, юноша разделся, чтобы не спать? По всей видимости, идет речь о Иоанне. Ночь была прохладная. Он думал, если я разделась, то я не буду спать. Но он оставил покрывало ногу и бежал от них. И привели Иисуса к Преосвящению, кое собрались. К нему все Преосвященники и Старейшины и Книжники. Петр издалее следовал за ним. Даже внутрь двора Преосвященника. И сидел со служителями и грелся в огне. Все это делал Бог. Бог испытывает нас для вечности. У русских тоже испытаний. Они, конечно, не боятся ударов в ракет. Но те, кто вышли сейчас против войны, они достойны его жизни. Я ими восхищаюсь. Знаете, почему? Мне кажется, это сложнее, чем сидеть и играть в русскую жилетку. Попадет, не попадет. Ну и Исмис, конечно. Мне так хорошо, говорит Житомир, слава Богу, не бомбят. Но Бог защищает нас. Знаете, я вижу эту славу. Я вижу четко Божию славу. Мы жертвуем для этого. Я каждый день хожу в молитву. И многие не понимают, что я делаю. Я поднимаю руки. Такое впечатление, что некоторые сидят за мной и в одно и то же время хожу в руках. Ну не знаю. Но Бог, конечно, и смеется тоже. Он создал все для юмора. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященника. И сидел со служителями и грелся в огне. Понимаете, в чем дело? Хребоправление дано для того, что мы друг другу не доверяем. Понимаете? Мы подозреваемся во зле. Там кто-то меня подозревает. Понимаете? Мы же не можем следить каждый день за человеком. И даже отец мой сколько дней прожил у меня. И то, слышу, говорит сестре. Она, ей кто-то позвонил, она вышла. Ну, фантазирует, понимаешь. Как бы я понимаю, что они мне не доверяют. Потому что я человек своеобразный. И что папа мне сказал? Твоя подруга за Путина. Я возмутилась до мозга костей. Я говорю, папа, ты во время войны меня в таких вещах обвиняешь? Ты хочешь, чтобы я села в тюрьму? Человеческая глупость. Или как это назвать? Это как подозрительность такая. Я вещаю для русских, говорит он. Ты извините. Я говорю, для всего мира вещаю. Это раз. Во-вторых, я хочу, чтобы людям открылись глаза, правильно? Это моя миссия. Блаженны миротворцы. Мы не в силе победить ложь. Страна, которая больше нас три раза. Ну, даже вот. И с ядерным оружием. Мы не в силе победить эту ложь. Надо понять, что Бог хочет. Блаженны миротворцы, правильно? Блаженны. Да, они какие-то ненормальные, эти миротворцы, которые не хотят убивать, да? Я не знаю, что будет дальше. Может, миротворец наш будет. Я не знаю. Что сможет сатана сделать еще в этом мире? Мы не доверяем друг другу. Поэтому мы вновь его победим. Некоторые уже сидели с целью против него и говорили. Мы слышали, как он говорил. Я разрушу храм все рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный. Понимаете? Вот. В чем обвиняли Иисуса в том, что он говорил? Понимаете? Меня тоже обвиняют в том, что я что-то сказал. Именно когда они могут найти греха, то начинают придираться к словам. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда предосвященник встал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять предосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христовец Сын Благословенного? Такой вопрос звучал. Иисус сказал, видите, такой вопрос звучал, потому что он хотел ему как бы подлизаться лукаво, чтобы тот ответил положительно. Может, повод к тому, чтобы он был осужден. Такой лукавство в этих добреньких словах. Сын Благословенного. Он хотел смерть Иисуса, понимаете? Он говорил красивое слово благословенное, но он хотел смерть Иисуса, понимаете? В чём лукавство? В красивых словах. А меня осуждать за какое-то жёсткое слово, понимаете? Иисус сказал, я и вы узрите Сына человеческого, сидящего одесной силы и грядущего на облаках небесных. Ну, одесная сила как-то странно переводится. Одесная переводится не одесная, а именно внутри, который не одесная сила. Неправильный перевод, я уже во второй раз вижу это слово, который имеет силу, который внутри силы, понимаете? То есть огромную славу. Ну, в таком смысле, что Божью славу. Истинь. А не одесная. То есть неправильный перевод. И вот эту по правую руку Бог, Бога рисует уже как человека. Ну, это такая глупость. Да. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, на что ещё нам свидетель? Вы слышали богохульство? Как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него. И, закрывая ему лице, ударять его, говорить ему про реки. И слуги били его по Леонитам. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок перед священником, увидев Петра греющегося. И, смотревшись на него, сказала, И ты был с Иисусом Назарянином. Но он отрёкся, сказал, Не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел он на передний двор. Забил Петру. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоящим тут. Этот из них? Он опять отрёкся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру. Точно ты из них? Ибо ты галилеянин, и наречия твои сходны. Он же начал клясться и божиться, не зная человека сего, о котором говорить. Не послужил Пётр Богу на сто процентов. Понимаете? Он отрёкся. Отрёкся от него в тяжёлый момент, боявшись потерять жизнь. И получается много в истории таких явлений. И сейчас эти люди осуждаемы. Вот как это уже закономерно. Тогда Петру запел во второй раз и вспомнил Петру слово, сказанное ему Иисусом. Прежде, нежели Петру пропал дважды, трежды отречёшься от меня. И начал плакать. У каждого свой крест. Конечно, Пётр служил Богу с особым дерзновением после таких событий. Получается, что мы когда падаем, мы поднимаемся, идём и движемся дальше. В этом тоже тайна. Понимаете? Поэтому, когда говорят, лучше холодный или горячий, чем тёплый. Лучше, понимаете, так вот охладиться, испугаться, а потом горячо служить Богу. Вот такая тайна. Понимаете? То есть Бог не осуждает слабости Петра. Он говорит, что «Ты Пётр, и на сём месте я построю церковь, на сём камне я построю церковь, и врата ада не одолеют его». Я уверена, что хлебопреломление это очень важная миссия. Понимаете? Потому что Пётр пошёл бы и принял хлеб и вино, и потому что он любит Бога. Он, ну как бы, объяснил бы окружающим, почему он так поступил. Понимаете? И Бог оправдал бы его. Вот такая моя сегодня информация. Будьте благословенны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!